Привет, привет! Это полезно, кому подходит, кому нет. Например, ложечка для снижения артериального давления крови, когда пока едет к вам скорая помощь, и вы не знаете, как быть, и у вас давление высокое, и в этот момент, когда нет никаких лекарств, ну в таком случае, на крайний случай, берёте ложечку горячую воду, кладёте в стакан горячей воды, нагреваете, побьёте ладошку, чтобы она не обжигала, и прикладываете к левой половине поверхности носа, вот в этой части. Вот здесь, так называемые, зоны баньея внутри там. Вот здесь, если нагревать, там, ну там минутку-полторы, за это время же ложечка остывает, вы её берёте опять в стакан горячей воды, опять вот так. В принципе, надо нагревать тёплую половину поверхности носа, и делать так, чтобы не обжигать, чтобы глаз не шло, и чтобы не обжигать. То есть, ну, аккуратно надо это делать. И мне там написали как-то, ну, надо же нагревать холодную половину поверхности носа, чтобы логически, чтобы выровнять баланс. Нет, как раз таки, наоборот. Потому что организм пытается сам наладить нормальное давление крови, при этом левая часть нагревается, а мы её донагреваем. То есть, мы помогаем инстинктивным реакциям организма, настроенных на саморегуляцию, как раз таки им помогаем. И поэтому, ну, это всё я потом расскажу, я как-то рассказывал на одном ролике, как это правильно делать, и как определить левое, правое, и сколько минут гореть, и чтобы не было вреда, потом расскажу ещё раз, как-нибудь. Ещё полезное. Так, когда давление. Ручки в горячую воду. Пожалуйста, ручки в горячую воду. Раньше бабушки ножки в горячую воду клали в тазик. Теперь можно, если у вас нет тазика, прямо по ходу. Руки в горячей воде. В горячей воде. Чтобы там минута переключилась. Потом ещё точки шеи. И в первую очередь ушки разминать. Ушки разминать, ушки разминать. Хотя бы там полминутки ушки мягко разминать, чтобы там не навредить, без фанатизма. Очень мягко. Всё надо делать очень мягко. И так дальше. Дальше. Комиопатический алкоголь. Ну, вот сейчас, говорят, пропадают, значит, эти пустырники, пропадает всё, что на спирту. Ну, так говорят. Я не знаю, кто-то мне коммент такой написал и напомнил мне, чтобы у меня было изобретение. Думаю, иопатический алкоголь. Это когда берёшь палец в стакан с напитком алкогольным и обмазываешь, там язык высовываешь, и под языком пальчиком. Потому что всасываемость алкоголя очень высокая. Под языком. Сейчас даже скорая помощь, как вы понимаете, даёт таблетки под язык. Ну, такая всасываемость. Но при этом надо не давать это делать тем, кто вообще не пил никогда, чтобы не спровоцировать. А это помогает тем, которые хотят бросить пить. Они могут перейти на такой минимальный-минимальный способ поддержки в момент, когда они бросают пить, поддержки себя. Но не те, которые, конечно, там по специальными способами, программами лечения. Им это не нужно. Это вот обычный человек, который вот хочет перестать пить или хочет в момент страха, стресса. А вот сейчас нет у него. Раньше же взял бы он и выпил бы там полстакана водки или рюмки. А вместо этого взял пачек. Пачеком обмазал. Но при этом надо после этого 15 минут подождать. И тогда наступает эффект такой расслабляющий, как будто ты выпил полстакана даже. Да, много полезных вещей, но я вам хочу сказать, вот, например, когда решаете волнующий вопрос, как достичь этой волнующей вас цели. Начните одновременно думать о волнующем вопросе или цели с прислушиванием к себе. Какие организмы дают реакции? Усиливайте их. Например, хочется потрясись, потряситесь. Хочется поплакать, поплачьте. Хочется зевать, зевайте. Хочется дремать, дремлите. Хочется стонать, стоните. Хочется сжаться, сожмитесь. Хочется прыгать, попрыгайте. Хочется плавать, поплавайте. Хочется играть в теннис. Играйте, бей, беги, застынь. Поиграйте в теннис, имеется в виду. Имитируйте эти движения. Или волейбольные, или плавательные. Имитируйте буквально немножечко, там полминутки, минутки. Перебирайте те действия, которые вам по душе. А не те, которые приходится делать через силу. Только то, что вам по душе, это как раз таки то, что вам подходит. Потом вы, когда все это сделали, сели, отпустили себя и на волну. Это называется ключевая волна. Пустите мысли на самотек. Думайте, о чем думается. Переживайте, о чем переживаете. А хочется вам стоя это делать. Пожалуйста, можем волну сделать стоя. Тогда это будет шалтай-болтай. Стоишь и делаешь шалтай-болтай. Или сидя, или стоя. Или там подбирайте те действия, которые вам хочется делать. Для восстановления, то чем мы занимаемся, например. Для этого мозгового санатория надо делать только те приемы, которые вам приятны. И ни в коем случае не делать то, что через силу. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok